МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вокруг нас, наша деревня, поле, лес, далеко дорога. Что вам здесь больше всего нравится? Больше всего. Наверное, вот это вот спокойствие, тишина, удаленность от города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно сказать, да, я в городе не могу находиться. Я приезжаю туда и, как бы, ну, могу переночевать одну ночь в квартире и сразу уезжаю сюда. Почему? Ну, я не знаю, это не мое. Не могу, просто-напросто. Ну, мне свободно здесь. Я свободно чувствую себя. Выйти вот, даже просто выйти из дома, постоять, вот, посмотреть, как, что, пройти, обойти владение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть у нас пашика, подсобное хозяйство, очвиньи, ну, и все остальное. Я пчелами занимаюсь уже третье поколение. Занимался дед, отец. И я занимаюсь уже только в Дребене, уже 27 лет. Вот. Только в Дребене 27 лет. А так, с шести лет я с отцом. Отец уже умер, пускай лежит. Вот, и он, у него было такое, что он всегда говорил, кто-то продолжит. Не было кому продолжить. Ну, я его как бы, ну, есть дети и внуки, три. Ну, такого рвения не вижу, чтобы кто-то проявлял себе пчелам. Кто боятся, кто мед не любит. А вы любите пчелы и мед? Я люблю пчелы и мед. Люблю. И людей люблю. И сколько у вас тут мед? Пчет. Было 100 раньше. Ну, как бы немножко продали, сократили. Ну, думаем, что, наверное, надо восстанавливать назад все. Вот, все, сейчас пойдем смотреть. Вот, уже, сейчас пчелы мед откатан. И уже собраны гнезда. Собраны гнезда. И вот они уже, как бы, на зиму. Вот так вот формируются гнезда. Ну, как бы так, вот они спокойные пчелы. Слушайте, вы голыми руками, вот это вот. Голыми руками, да. Боимся подойти к вам. Ничего тут, нема страшного. Кусаются они. Кусаются пчелки, кусаются. Но мед вкусный. Мед вкусный. Будем пробовать. Вот, мед натуральный. Наши пасики. Пасика урочище калинка. А вы мед едите? Ну, можем есть, если хотим. А можем не есть. Я рекламу не люблю давать. Ну, мед нужен. У меда все элементы. Вся таблица Менделеева. Слушайте, они как персонажи мультфильмов, да, похоже? Такие туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Видно, да? Конечно. О, снимай с ним, снимай его. Красивые. И тут выхожу я. Вся прекрасная. Ну, что? Ходи, ходи. Слушайте, а что это за монстры такие? Это гибриды. Гибриды, скрещенные с европейским кабаном. То есть, они наполовину дикие, наполовину такие? Ну, да. Как бы, да. Это, видно, было сделано для того, чтобы было содержание. Зимой не надо ни сырая. Вон, солома, где-то навес какой-то они спрятали. И они выдерживают любые морозы. Много труда. Труда очень много. Значит, прапрадеды, было у них 33 гектара земли. И было 16 детей. Вот. И вообще работали на земле. А у вас теперь сравнимо. Сколько у вас земли и сколько детей? У нас полтора гектара земли, двое детей, трое внуков. Ну, вот так. Жена. И все дети уже в городе. В городе, да. 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 в одиннадцатом году приехал из города питера работал на стройке как бы семья надо было останавливаться уже здесь надоело до скитаться ну начинали из развода свиней купили сразу 20 маток и начали работать ну потом в этом году показалось мало начали купили коров решили подоить молоко купили две коровы потом месяц подоили получилось купили еще две подоили неделю купили еще две и сколько вы хотите коров если не секрет 20 20 как минимум открыть себе фермерское хозяйство ну 20 с целью увеличения почему чути рамой всегда моем и пара не реагирует им очень нравится да я смотрю на вас вы толкают достаточно гламурная девушка да стильно одетая причёсанная с макияжем как это все уживается с коровами с коровами и свинками прекрасно ну кем я ощущаю хозяином ощущаю хозяином потому что это моё не нужно ни перед кем отчитываться не идти что так сделал или не так вот я захотел так сделал значит я так сделал ну а так в принципе как бы работаем с нуташей с утра с 5 утра и хожу им спать примерно точно после за захода далеко часов 12 не раньше ну да это не сложно хотя я думала что я никогда не смогу давить коров а на самом деле это затягивается то есть вам нравится да березка чернушка там василиса белка малина и ряба да малина попадешь указу что вы делаете с молоком куда вы его перерабатываем продаем в город могилёв как бы делаем сыр масло творог сметана все сами перерабатываем всего этого полном магазине в городе могилёв ну в магазине в магазине это же не то совсем все это натуральная свежая нету без всяких добавок без всякого всего поэтому спрос даже спрос на сегодняшний день превышает предложение да ну что надой хороший ну так ничего мне уже коров мало и клиентов много и всего не хватает я мужа все время говорю давай больше давай больше он постоянно говорит давай немножко подождем нужно это сделать это это поэтому ну я думаю что уже люди попробовали оценили поэтому нужно расширяться я думаю что постепенно что люди которые хотят вот этим заниматься вот как мы сельским хозяйством они поддерживают деревню если бы этого не было и деревню бы это уже уже бы давно умерла его не было калинка не умирает ну пускай пока мы здесь до приезжайте к нам до свидания всего вам хорошего пока 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 ну смысл жизни живет человек это уже хорошо и он должен прожить здесь каждый человек должен прожить жизнь как он может я прожить и что то принести полезное в этой жизни в этом мире пока пока все пока пока все Субтитры создавал DimaTorzok